Добрый вечер. У нас в гостях пресс-секретарь посольства России во Франции Александр Макогонов. Добрый вечер. Спасибо, что приняли наше приглашение. Мать Алексея Навального, российского оппозиционера, погибшего в заключении, напрямую обращается к президенту Путину с просьбой незамедлительно передать ей тело ее сына. Почему российские власти отказываются передать тело сына ее матери? В настоящее время идет судебная экспертиза, так что пока она продолжается, тело находится в руках специалистов. Они выполняют свою работу в рамках профессионального расследования. 14 дней, верно? Я не знаю, кто объявил 14 дней, и эта информация циркулирует в западных СМИ, но в любом случае расследование продолжается. Как долго не могу вам сказать, для меня такая информация совершенно недоступна. Но следствие идет. Франция требует независимого и тщательного расследования причины этой смерти. Могли бы вы просто согласиться на независимое международное расследование? Мы очень хорошо знаем, что означает эта формула независимого расследования. Если вы помните начало этой истории с Навальным, с его так называемым отравлением новичком и так далее, то именно Россия попросила провести открытое расследование и принять участие в этом расследовании. Потому что западные столицы сразу же обвинили нас в отравлении Навального без каких-либо доказательств, и мы все еще ждем этих доказательств. Так что мы очень хорошо разбираемся в этой формуле, она полностью дискредитирована. Но прежде чем требовать независимого расследования, возможно, Франция должна потребовать сначала независимого расследования этой знаменитой резни в Бутче, а затем независимого расследования в отношении взрыва пресловутого газопровода «Северный поток», а также независимого расследования сбитого военного российского самолета под Белгородской областью, Ил-76, который вез для обмена украинских пленах. После этих запросов, если когда-либо появятся эти запросы, возможно, будет говорить о других запросах. Ведь надо быть последовательными, честными. Все-таки, господин советник Навальный был политическим оппонентом номер один, самой известной фигурой российской оппозиции. Он сидел в тюрьме на Крайнем Севере. За ним круглосуточно следили. В чем причина его смерти? Не говорите, что вы этого не знаете. Он, как минимум, жертва жестокой судебной системы. Можно ли сказать сегодня, что он жертва российского режима? Как говорят, это американец Джо Байден, француз Эммануэль Макрон или канцлер Германии Шольц. Вы постоянно повторяете это? Я задаю вам вопрос. Отвечаю вам. Это вбрасывается и циркулирует. Это первый политический оппонент в глазах Запада, который вложил такой смысл в этого человека. Для России это не политический оппонент. Это блогер. Он известен как блогер, который делал видеоклипы на YouTube-канале. Он известен пользователем интернета. Но он был кандидатом в президенты России, в мэру Москвы. Он не простой блогер. Он политический оппонент. И он умер в ГУЛАГе. Нет, он не умер в ГУЛАГе. Он умер в исправительной колонии. Но тем не менее, мы все равно не должны забывать, что для российского правосудия он преступник. Его судили за преступления. За довольно конкретные преступления. Так что дело не в том, что говорят, будто это оппозиционер номер один, которого судили. Он не политический заключенный. Хорошо, но вдова Алексея Навального прямо обвиняет власти в сокрытии его останков для прикрытия убийства. Она использует термин «убийство». Вот именно поэтому российские власти ведут расследование. Оно идет как раз для того, чтобы пролить свет на обстоятельства его смерти. Особенно на причины его смерти. Потому что вся эта история с Навальным с самого начала попахивает. Всегда надо задаваться вопросом, кому выгодно преступление. Российским властям накануне выборов. Для того, чтобы дискредитировать себя, спровоцировать новую волну русофобии, вызвать шквал критики со стороны западных столиц. Или, во всяком случае, для тех, кто хочет продолжать эту антироссийскую истерию, спровоцировать новую волну русофобии и использовать ситуацию против России. Вы хотите сказать, что смерть Навального невыгодна российским властям? Она не имеет никакого смысла для российских властей. Так почему бы не защитить его еще больше? Зачем отправлять его в исправительную колонию в глубине России? Если для вас он действительно был важным заключенным, зачем давать аргументы вашим оппонентам? Почему вы не защищали его усиленно? Наоборот. Это для вас. Для вас он важный заключенный. Для нас он такой же заключенный, как и все остальные. Собственно, именно поэтому вы говорите, его сегодня используют, чтобы в очередной раз напасть на Россию. Нужно было лучше защищать его. Я назову вам три имени. Солженицын, Сахаров, Навальный. Как вы говорите, неважные заключенные. На самом деле они символы политической оппозиции, которая не может существовать в России. Вы говорите о президентских выборах в России. Ни один независимый кандидат не прошел. Кстати, Навальный был кандидатом в 2017-м. Он в итоге не смог баллотироваться. Он не был простым блогером. А что вы скажете тем, кто говорит, Путин несет ответственность за смерть Навального? Во-первых, смерть российского гражданина, который умер в России, это чисто внутреннее дело России. Все спекуляции на эту тему, ложные суждения и абсолютно необоснованные обвинения, это недопустимо, неоправданно и бессмысленно. От чего, по-вашему, он умер? Именно расследование раскроет и прольет свет на обстоятельства его смерти. Но я вам еще раз говорю, человек умер, это трагедия для его семьи. А тело передадут семье? И политизировать эту историю во время политического шоу, это ужасно. Ну вот, простой вопрос. После расследования, которое займет несколько дней, кажется, по крайней мере, 14 дней, тело будет передано семье? Я не могу вам этого сказать. Может быть, оно будет передано семье. Я не знаю, как это происходит на процессуальном уровне. Не спрашивайте меня, я дипломат. Но как раз передать семье, это обязательно. Тело еще не передано, но следствие идет. Я уже несколько раз ответил вам на этот вопрос. Зачем возвращаться? Вы, конечно, слышали слова президента республики Эммануэля Макрона. Он сказал, свободный дух отправляют в ГУЛАГ и приговаривают к смерти. Гнев, негодование. Как вы отреагировали на этот гнев и негодование французского президента? Знаете, вы заглядываете слишком далеко, думаете о России, очень заботитесь о том, что сказал господин Макрон. Я хочу привлечь ваше внимание к свободному духу, который в заключении уже давно и который страдает в заключении. Это совсем недалеко отсюда. Некто Джулиан Ассанж. Он в тюрьме в Англии уже пять лет. Но за ним наблюдают. Он жив. Да, он жив. Он страдает. Его еще и она плачет. Вы не обращайте внимания на то, что она говорит. Она плачет и знает, что... Но как вы реагируете? Как вы реагируете на то, что французский президент сказал? Свободный дух заключают в ГУЛАГ и приговаривают к смерти. Во-первых, его не отправляли в ГУЛАГ. Это первое. Второе, его не приговорили к смерти. В то время как Джулиан Ассанж рискует получить 175 лет тюрьмы в США. Он ожидает экстрадиции. Возможно, решение будет принято в ближайшие дни. И это происходит в сердце Европы. Это журналист. Его считают журналистом, который раскрыл немало вещей, которые считаются табу в западном мире. Он под наблюдением в резиденции. Он не в тюрьме, не в ГУЛАГе. Он изолирован. Он в камере 2 на 3. Эта тюрьма недалеко от Лондона для террористов и преступников. Он на последнем издыхании. Может умереть в любой момент. Потребуйте освобождение всех политзаключенных. Потребуйте освобождение Джулиана Ассанжа. Он просил политубежище во Франции. Ему отказали официально. А затем обращайтесь к нам, чтобы просить за Навального. Интересно, вы сравниваете Навального и Ассанжа? Интересное сравнение. Это одно и то же? Они оба политзаключенные? Нет, 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 нет. Но раз уж вы говорите о политических заключенных и вешаете ярлыки, то надо понимать, что вы лицемеры. Это ваше лицемерие. Поскольку говоря про одного, вы не говорите про другого. Пытаясь разглядеть соломинку в глазах русских, про Ассанжа говорят в СМИ, о нем говорят каждый день. В политическом убежище ему было отказано французами официально. В России есть заключенный, чья жизнь в опасности. Его зовут Владимир Карамурза. Франция требует, чтобы о нем позаботились, чтобы он не умер в тюрьме. Вы внимательны к нему? Он умрет в тюрьме, как Навальный, или же его жизнь сохранят? Надо спросить у близких Карамурзы, которые с ним общаются. Нет, я обращаюсь к российской юридической системе, к вам, к российскому дипломату. Послушайте, он в тюрьме. По поводу состояния его здоровья я не в курсе. Но состояние здоровья господина Ассанжа, который недалеко отсюда, это должно вас беспокоить. Это, в принципе, ваш коллега, журналист. Он раскрыл им некие секреты, и теперь ему грозит 175 тюрьмы за то, что сказал правду. В поддержку Джулиана Ассанжа есть демонстрации в западных странах. Людей не арестовывают. В России, напротив, когда люди протестуют за Навального, их арестовывают. Зачем арестовывать русских, которые просто приносят цветы в память о Навальном? Прежде всего, те, кто приносят цветы, их никогда не арестовывают. А они приносят цветы, остаются там. Нет, им грозят 14 дней тюрьмы и суд. Их арестовывают, мы видели. Если эти люди участвуют в несанкционированных демонстрациях, то их могут... Не разрешается возложить цветы? Нет, возложить цветы разрешено. Люди спокойно это делают, никаких проблем. Полиция наблюдает, никого не задерживает. Чего боится полиция, когда видят, как люди возлагают цветы Навального? Чего боится русская полиция? Русская полиция ничего не боится. Люди спокойно возлагают цветы. Никто не мешает им это делать. Если люди участвуют в несанкционированных демонстрациях, то, я вам повторяю, уже включается другой механизм. В России можно свободно протестовать? У нас тоже законодательство, что и в демократических странах. Если санкционировано, люди могут свободно протестовать. Если нет, то так же, как и во Франции. А почему у Путина нет оппозиции? Таких, которые могли бы баллотироваться в президенты в следующем месяце. Вы должны быть говорить о господине Надежде, который... И другие тоже. Ни один кандидат не может выдвинуться. Если они не могут выдвинуться, то это их проблема. Это проблема системы. Закон един для всех. Надо собрать определенное количество подписей, чтобы в подписях не было нарушений. Если все в порядке, вас зарегистрируют. Никаких проблем. Однако никто не зарегистрирован. Нет, уже 4 кандидата зарегистрировались. Они могут участвовать в президентских выборах. Хорошо. Возвращаясь к случаю Навального. Мы узнали, что Соединенные Штаты собирались объявить новые мощные санкции, как говорит Вашингтон, против Москвы вследствие смерти Навального. Заявление, сделанное в пятницу. Вы опасаетесь этих санкций? Каков ответ России? По санкциям Россия уже побила все рекорды. После 12 пакетов санкций со стороны Евросоюза и 13-й готовятся. Мы столкнулись уже со сколькими? С 18 тысячами санкций персональных или институциональных? Еще один залп санкций? Не думаю, что это что-то изменит. И снова вопрос о Франции. Эммануэль Макрон сегодня открыто обвиняет Россию Владимира Путина в дестабилизации мира. И в том, что она является фактором дестабилизации, а именно в крупных кибератаках, которые были в очередной раз замечены системой Portal Combat с русскими сайтами, которые распространяли слухи, фейк-новости и так далее. Что вы скажете, когда видите, как президент Франции обвиняет Путина в дестабилизации мира? То есть наши отношения на самом низу? Как вы оцениваете отношения между Парижем и Москвой? Послушайте, обвинять Россию всеми возможными словами – это мода, это тенденция. Все обвиняют Россию во всем во всем. И это прекрасно работает, но в этом нет ничего оригинального, ничего нового. Мы близки к разрыву или нет? К какому разрыву? Все давно уже разорвано. Были даже слухи, которые циркулировали в России о том, что Эммануэль Макрон перенес свою поездку на Украину, поскольку был риск покушения на него. Лето Россия распространяла такие фальшивые новости. Да, это фейки, которые кружили по соцсетям, по русским соцсетям, в Телеграме, по разным сетям, везде. Это было передано Медведевым, бывшим премьер-министром, бывшим президентом. Этот знаменитый клип, но это передавал Медведев, бывший президент. Это передавалось всеми. Остановитесь на этом. Интернет, свободное пространство. Все разлетается за секунду. Вы можете отправить все, что угодно миллионам людей. Но Москва и Париж еще могут общаться или нет? Вы можете себе представить, в каком контексте отношений мы живем? Франция в отношении России базируется на простой, ясной и четкой формуле. Россия не может и не должна победить. То есть Россия должна проиграть. Франция реализует эту формулу посредством вполне конкретных действий. Массивными поставками оружия на Украину, поддержкой Украины, военной помощи Украине. Так что в какой мере диалог между Россией и Францией возможно сегодня сказать, трудно в таком контексте. Как вы думаете, если посла России вызывают на набережную Уорсей, это очередной этап ухудшения отношений? Как это происходит? Это в частности ставит под угрозу любой диалог по ситуации на Украине? Вызов послов в Министерство иностранных дел – это своего рода дипломатическая рутина. Если происходит какое-то событие, если есть что высказать по тому или иному вопросу, посла вызывают. Так что в этом нет ничего необычного. Нормальная практика. Ну, не совсем-совсем нормальная, но, в принципе, рутинная. Спасибо. Последний вопрос немного более личный. Вы вольны говорить то, что вы думаете? То, что я вам говорю, в принципе, идет от сердца. Это совпадает с официальной позицией моей страны. Потому что, будучи русским, я все же знаю, о чем говорю. Но это не вопрос знаний, это вопрос того, как ты это чувствуешь. И поэтому сейчас, когда я что-то защищаю, я знаю, что я защищаю правду. Спасибо. Или иногда диктатуру. И Улисс Госсет все-таки решил добавить свою маленькую щепотку. Есть два вида правды – твоя и настоящая правда. Есть русские, которые после смерти Навального говорят, я больше не могу дышать. Демократию убили. Люди, которые не могут дышать, скорее должны обращаться к врачам. Спасибо, Александр Макогонов, что были нашим гостем сегодня вечером.